Югра готовится добыть 13-миллиардную тонну нефти на выставке «Россия». На ВДНХ теперь работает счетчик, который показывает темпы добычи нефти в регионы. И в регионе его торжественно запустили запенститель председателя правительства Российской Федерации Александр Новок, губернатор Югры Наталья Комарова и семья Рещиковых, династия геофизиков, которая посвятила этой работе полтора века. Прошлую 12-миллиардную тонну нефти в Югре добыли в 2020 году. Новый рекорд ожидается в январе следующего года. Сегодня Югра – основной нефтедобывающий регион. Почти каждая вторая тонна черного золота, добытая в нашей стране, и каждая двадцатая в мире – югорская. Как уточняет официальный паблик региона в округе, находятся 484 месторождения. Среди них есть и настоящие гиганты – Самотлорская, Приобская и Федоровская, по запасам крупнейшие в мире. В Нефтьюганске состоялось открытие памятной доски, посвященной Вадиму Хисматулину, выпускнику третьей общеобразовательной школы, героически погибшему в зоне специальной военной операции. Мемориал установили на стене воинской славы. На ней увековечены и другие выпускники школы, героически погибшие при исполнении воинского долга. Вадим Хисматуллин отправился на СВО в мае 2022 года. Погиб 26 июня 2022 года во время обороны Донбасса. Посмертно награжден орденом мужества. Почтить память героя пришли его родственники, воспитанники школы, одноклассники, а также общественники. В честь всех погибших в зоне СВО была объявлена минута молчания. Вадим был очень, так скажем, добрым, отзывчивым человеком. Мы с ним дружили, сидели за одной партой. Реально он был патриотом своей страны. Он всегда это проявлял в любых действиях и словах. Для нас это огромная потеря, невосполнимый утрат. И память о нем мы будем хранить всегда в наших сердцах. Мы никогда не забудем подвиги наших бойцов, которые встали на защиту мирного неба. Жители Октябрьского и Советского районов оказались самыми инициативными в Югре. Эти территории предложили больше всего инициативных проектов для голосования, которые проходят на портале «Открытый регион Югра». В этот раз в конкурсе участвуют все 22 муниципалитета или 79 населенных пунктов Югры. В общей сложности до этапа общественного голосования допущен 171 проект. В Октябрьском районе в День семьи, любви и верности хотят открыть арт-объект, посвященный семьям, и провести фестиваль для многодетных семей района. Один из проектов Советского района касается создания в поселке Таежный патриотического клуба. В целом инициативные проекты югорчан касаются благоустройства, здорового образа жизни и патриотического воспитания и культуры. 11 тысяч сургутских школьников смогут отдохнуть летом в городе и за его пределами. Запись детей на лагерные смены стартует уже 1 марта. В этом году к традиционным направлениям выездного отдыха в Башкирии, Краснодарском крае, Тюменской области и деревне Рускинская добавилось еще две локации. Это этнолагерь в поселке Лямина и спортивные смены в Новосибирской области. За счет бюджетов округа и города семья имеет право отправить ребенка в лагерь трижды в год. Власти сургута планируют приобрести 2500 путевок на загородные направления. Помимо этого, 8500 человек ждут и в пришкольных лагерях. Для учащихся подготовят смены по разным направлениям. Несколько школ на своих базах откроют смены с углубленной подготовкой КОГ по разным предметам. Дети при этом могут выбрать любой пришкольный лагерь города. Кроме того, в администрации сургута закупили путевки за пределами Югры в специализированные лагеря спортивной подготовки для сотни начинающих атлетов. Продолжение следует...